Здравствуйте! Я Марина Романюк, ведущая информационной программы «День города» вместе с моими коллегами-журналистами телекомпании. Расскажу вам, как прошел вторник. Смотрите в выпуске. Лес под запретом. Павел Молков на правительстве объявил особый пожароопасный режим. В память о. 29 апреля – день рождения Надежды Чумаковой. Современники вспоминают деяния великой градоначальницы. Конец охоты. Росгвардия подводит итоги весеннего сезона. С 26 апреля в Рязанской области объявлен особый пожароопасный режим. Будет запрещен въезд в леса. Будут установлены шлагбаумы. За соблюдение режима отвечают главы муниципалитетов. Об этом сегодня на правительстве заявил губернатор Павел Молков. Кроме того, по его словам, все работы в районах по благоустройству памятных мест к 9 мая должны быть завершены на этой неделе. И сегодня же по всей стране стартовала акция «Георгиевская ленточка». Об этом и не только в нашем следующем материале. Ситуация с лесными пожарами уже сейчас в апреле тема номер один. Причем по всей стране. По данным Федеральной авиалесоохраны, за неделю в 39 регионах России ликвидировано 382 лесных пожара. Накануне руководитель ведомства даже выступил для всей страны. С наступления майских праздников ожидается увеличение антропогенной нагрузки на природные территории, вследствие чего могут возникнуть ландшафтные пожары. В связи с чем хотелось бы обратиться к жителям нашей страны, соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить в майские праздничные дни костры. Для Рязани все это сейчас актуально как никогда. В области таких инцидентов было уже 9. И поэтому, как решил губернатор, административно защита будет усилена. С завтрашнего дня в Рязанской области устанавливается особый противопожарный режим. Запрещается въезд и посещение лесов. Будут установлены шлагбаумы, соответствующие объявления везде размещены. Я глав администрации совместно с МЧС прошу обеспечить эту работу в полном объеме. Прошу информационную работу провести, все до жителей в полном объеме довести, рассказать. И также отдельно прошу глав администрации проверить состояние противопожарных водоемов и подъездных путей. Сегодня по всей стране стартовала акция «Георгиевская ленточка». И сам Павел Молков и часть чиновников ее поддержали. Этот специальный знак в канун Дня Победы волонтеры будут раздавать на улицах. К самому же празднику губернатор обязал отремонтировать и благоустроить все памятные места в области уже на этой неделе. Об этом, возможно, будут говорить и 27 апреля. В четверг на прямой линии с жителями области которую Павел Молков анонсировал отдельно. Прошу жителей региона присылать свои вопросы в комментариях и попрошу Елену Викторовну, Центру управления регионом, собрать мне к эфиру все самые популярные темы. То есть по каким сферам, по каким направлениям, где у нас больше всего обращений от людей. По тем же вопросам, которые уже поступили, Павел Молков решил спросить со своих подчиненных. ФАПы в Захаровском и Шацком районах обещают возвести до конца года. А в самой Рязани жителям не нравится асфальтирование. У детской поликлиники на Циолковского по теме ответила Елена Сорокина. Работы, конечно, не приняты, но наши сотрудники, кто отвечает за этот участок, видели недостатки, указали подрядчику на них. Идет укладка еще одного слоя асфальта. И так будет, пока не устранят все недостатки. А еще Павел Молков поднял самую актуальную на сегодня спортивную тему. Состояние газона стадиона «Спартак», из-за которого, к слову, футбольный клуб «Рязань» вынужден проводить свои домашние матчи в соседней Коломне. Как было обещано, в июле игроки выйдут уже на новое поле. Имя Надежды Чумаковой. С теплом вспоминают коренные рязанцы, еще заставшие деятельность легендарной градоначальницы. Молодому поколению остается лишь слушать о делах мэра, которая для родного города сделала так много. В библиотеке имени Есенина сегодня говорили именно о ней. В преддверии дня рождения нашей выдающейся землячки Надежды Чумаковой. Передо мной стояла нелегкая задача, но я не скидала задать, я просто работала. Вот, чтобы суметь правильно сказать, сориентироваться в обстановке. «Железная леди, подвижник и даже трудоголик». О Надежде Чумаковой, жители нашего города, сегодня, накануне юбилейной даты, говорили только в превосходных тонах. Первая женщина – мэр Рязани, второй чиновник в стране, которому поставлен памятник. Ее подчиненные, соратники, родственники и те, кто продолжают дело, собрались сегодня в самом подходящем месте. Между домом, где Чумакова прожила много лет, и памятником, открытым ей 10 лет назад. Каждая улица, каждая тропинка и каждая дорожка в нашем любимом городе помнит Надежду Николаевну Чумаковой. И, собственно, самый современный город возник при Надежде Николаевне Чумаковой. Она заложила основы многих и многих градостроительных процессов, нормативов. И все развивается по тому, что когда-то было заложено Надежде Николаевне Чумаковой. Надежду Чумакову ценили как отличного организатора. Ее подчиненные рассказали, как умела женщина руководила людьми, ставила задачи и упорно шла к цели. При всем при этом первый мэр любила шутить и была проста в общении, не выставляла себя на показ и даже ради города принесла в жертву личную жизнь. Она была профессионалом, компетентным человеком, но самое удивительное то, что вот эти знания профессиональные, она получила не в стенах учебного заведения, не за партии, все свои знания глубокие, обширные, она получила в результате самообразования и самое главное, что она никогда не стеснялась учиться у людей, которыми руководила. Впрочем, по словам ее племянницы, в жизни железная леди была очень душевной. Любовь Волохова называла ее не иначе, как нежная тетушка Надя. Она все еще помнит ее неторопливую, но уверенную походку, добрую улыбку и плавные движения рук. А еще Надежда Чумакова баловала свою семью деликатесами, ставила музыку из своей коллекции пластинок, заботилась о родных. Когда отдыхали, было очень много музыки, пели песни, читали стихи. И вот эту традицию семейных праздников Надежда Николаевна сохранила. Она очень любила встречать гостей у себя дома. И родственников, и подруг, и близких знакомых. И всегда сама открывала стул. Помимо благодарственных слов в адрес первой женщины мэра, на вечере показали видеорепортаж о жизни Надежды. Рассказывали о главных ее заслугах, о Рязане в годы ее руководства. А в самой библиотеке имени Есенина подготовили фото-выставку о постройке моста Черезаку, за которой многие, благодаря Чумакову и по сей день. Она считала Рязань, Мещерский край душой России. Хотела, чтобы рязанцы любили город, чтобы он для них был самый любимый, самый лучший русский город. Мне кажется, ей это удавалось. Полина Власова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани вблизи 75-й школы прошла акция под названием «Шпаргалки на дороге». Дети вместе с родителями оставляли предупреждающие надписи на асфальте. Подробности далее в сюжете. Пару взмахов баллончиком, словно кистью, и небольшая шпаргалка на асфальте готова. Теперь здесь четкое напоминание для пешеходов. Посмотри по сторонам. Нарисовано, кстати, специально на асфальте, чтобы школьники, уткнувшись в телефон, предостережение точно увидели. В областном центре стартовала профилактическая акция «Шпаргалка на дороге». Инспекторы госавтоинспекции совместно с ребятами из отряда юных инспекторов движения и представителями совета отцов, школа номер 75 наносит профилактические надписи по соблюдению простых правил. Посмотри налево и направо, возьми ребенка за руку, внимание на дорогу, сними наушники. Это сделано для дополнительного привлечения внимания, в первую очередь, детей и подростков, которые направляются в школу. Казалось бы, мелочь, но в госавтоинспекции рассчитывают, что даже она сможет снизить статистику происшествий. За три месяца этого года в регионе произошло больше 30 ДТП с участием детей. Пострадал 41 ребенок. «Мы на нерегулируемых пешеходных переходах наносим информационную разметку. Цель данной акции – обратить внимание детей, взрослых к переходу через дорогу». При участии совета отцов акцию проводят в третий раз. Однако в госавтоинспекции она уже стала регулярной. Надписи наносят как возле школ, так и на нерегулируемых пешеходных переходах. В госавтоинспекции рассчитывают, что акцию проведут также во всех районах города. Помимо этого, кстати, со школьником проводят и профилактические беседы о правилах дорожного движения, чтобы точно запомнили. 24 апреля официально закрыт сезон охоты. Напомним, его весенняя часть стартовала 1 апреля с подсадной уткой. А 15 апреля открылась охота на болотно-луговую и боровую дичь. Итоги очередной охотничьей весны подвели в Росгвардии. В этом сезоне инспекторы обошлись без изъятия оружия. Да и вообще, статистика профилактического мероприятия «Весенняя охота», по словам сотрудников лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии, оказалась вполне себе приемлемой. Но не без нарушений, конечно. 29 правонарушений были зафиксированы именно в сфере нарушения правил охоты, либо рыволовства. Одно нарушение было выявлено за несублюдение условий хранения оружия. В данном случае оружие хранилось не в чехле и отдельно от владельца, то есть там в автомобиле. Он, владелец, был в другом месте в этот момент. И два нарушения у нас были выявлены за нарушение сроков перерегистрации, либо регистрации оружия. То есть заканчивались разрешительные документы. У охотников они вовремя не подали заявление на продление этих разрешительных документов. Больше всего, конечно, по статье нарушений правил охоты. Здесь отсутствие путевки, охотничьего билета, разрешение на отстрел определенного вида дичи. За эти нарушения штраф будет выписывать Министерство природопользования. А вот за нарушение правил перевозки и регистрации охотникам грозит административный штраф от Управления Роспрофилактические мероприятия в сезон охоты проводились регулярно. Инспекторы лицензионно-разрешительной работы напоминали владельцам оружия о необходимости соблюдения правил охоты и законодательства в сфере оборота оружия, а также об ответственности за ношение и использование огнестрельного оружия в состоянии алкогольного опьянения. Первое упоминание Радоницы в Русской Православной Церкви относится к XIV веку, однако знаменательная дата не относится к числу официальных церковных праздников и больше основывается на народных обычаях. Считается, что название Радоницы происходит от слова «радость». Таким образом, смысл праздника заключается в том, чтобы донести до усопших радостную весть о воскресении Иисуса Христа, произошедшем на Пасху. Радоница не грустный праздник, он напоминает верующим о том, что после упокоения, хоть и заканчивается земная жизнь, но начинается жизнь вечная. Радоница когда-то была весенним языческим праздником восточных славян, связанным с культом предков. После крещения Руси его стали отмечать на Фоминой Седмице, на девятый день после Пасхи. На Радоницу верующие не скорбят об уходе близких, а разделяют радость Пасхи вместе с ними в надежде на воскресение и вечную жизнь. Поэтому день еще называют Пасхой для усопших. По свидетельству святителя Иоанна Златоуста, праздник отмечался на христианских кладбищах уже в древности. Особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников сразу после светлой пасхальной недели, как бы обязывает христиан не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь, жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными. И потому мы, по слову митрополита Антония Сурожского, с верой, надеждой и пасхальной уверенностью стоим у гроба усопших. Прежде всего, в День Радоницы рекомендуется посетить кладбище и прибраться на могилы. В народе существует традиция относить на могилы еду – хлеб, яйца, блины и лепешки. Но этот ритуал не является церковным, он сохранился еще с древних времен. Куда более важным является обращение к умершим. Душа усопших пребывает с Богом, поэтому День стоит провести в молитвах. И, конечно же, существуют народные приметы, связанные с праздником. Люди верили, что дождь на Радоницу сулит дождливый май. Теплый день – в этом году ожидайте хорошего урожая. Холодное утро и сухой день – лето будет засушливым. Багряный рассвет – будет ветер, возможен дождь. Верба зацвела к теплым дням. После полудня прошел дождь, лето будет солнечным и сухим. Пасмурно – урожай хороший, но только в следующем году. Перед рассветом сильно мерцают звезды. Через три дня ждите дождь. Таким был последний вторник апреля. Наслаждайтесь расцветающей природой и замечайте прекрасное. А у меня все новости к этому часу. До свидания. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца – все от производителя. С 24 по 29 апреля. ТЦ Премьер.